Данил Воды Правительство уточняет, что в случае с 8 СМИ Совет распорядился запросить дополнительную информацию, то есть представленная информация не была полной, поэтому комиссия запросила дополнительную информацию. Действительно, в протоколе упоминается, что в некоторых случаях также был отправлен запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией, которая должна поделиться информацией о проведенных расследованиях. Репортер нашего телеканала спросила, когда состоится заседание Совета по инвестициям и может ли быть приостановлено действие лицензии соответствующих СМИ в случае выявления нарушений или сомнений, связанных с источниками финансирования. Цель Совета по стратегическим инвестициям не констатация для отзыва и лицензии, цель – проведение проверки. Совет на этом этапе провел декабрьское заседание, сделал выводы по результатам этого заседания, после чего заседание было продлено до 26 апреля для рассмотрения остальных документов. Проверку фактических бенефициаров прошли десятки компаний, а это значит, что ни у одного учреждения, входящего в этот совет, не возникло никаких возражений по поводу их деятельности. По упомянутым вами телеканалам или компаниям были заданы некоторые уточняющие вопросы, которые будут решены соответствующими компаниями. Отметим, что в отношении ряда радиостанций и телеканалов Совет по продвижению инвестиционных проектов проводит проверку. В связи с этим Совет запросил у компаний ГРТ, Мега-ТВ, Синема-1, Эксклюзив-ТВ, М4 и двух радиостанций Ретро-ФМ и ГРТ-ФМ дополнительные документы, в том числе подтверждающие платежи и поступления, превышающие сумму в 10 тысяч леев, перечень поступлений и платежей со счетов резидентов и нерезидентов, включая дату, сумму операции получателя и отправителя за период с января 2022 года по март 2024. Напомним, решением того же Совета по инвестициям в марте этого года была приостановлена лицензия навещания нашего телеканала. Как заявил Совет, решение принято на основании обоснованных подозрений в причастности фактических бенефициаров компании к деятельности, затрагивающей безопасность государства. И уже после того, как было принято решение о приостановке лицензии, Совет запросил у Пятого канала такой же список документов, подтверждающих каждую транзакцию в сумме свыше 10 тысяч леев. То есть к одним телеканалам такая репрессивная мера не применена, а для Пятого канала санкция была введена только на основании подозрений. И еще до дополнительной проверки. Пятый канал отвергает все обвинения и еще раз подчеркивает, что сотрудники выполняют свою работу правомерно и объективно. Более того, Пятый канал не допустил какого-либо нарушения закона, которое могло бы повлечь за собой такое серьезное наказание, как приостановление действий лицензии. А действия властей являются грубым нарушением демократических норм, таких как свобода слова, редакционная независимость и свобода творчества, гарантированные Конституцией и Кодексом телерадиовещания. При этом отметим, что всего за полтора года по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям были закрыты 13 каналов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...